Удивительные технологии в природе Дельфины 70% всей поверхности Земли покрыто океанами. В этих обширных голубых водах обитают в совершенной гармонии многие виды живых существ. И одни из них – дельфины. Дельфины Самые улыбчивые и близкие друзья человека – в море. Дельфины, пожалуй, являются и самыми умными животными водной стихии. Они очень отзывчивы, дружелюбны, хорошо понимают и выполняют подаваемые им команды. Их тела сотворены согласно превосходному инженерному проекту. Мы привыкли всегда видеть дельфинов на поверхности воды, хотя большую часть своей жизни они проводят в глубинах вод. Там, где видеть друг друга и находить корм – очень нелегко. Но оказывается, в этих темных глубинах дельфины видят гораздо лучше, чем мы видим при дневном свете. Хорошо, но как же это им удается? Аллах наделил дельфинов сложнейшей комплексной системой, которая позволяет им ориентироваться посредством звуковых волн. Ученые называют это явление эхолокацией. Чтобы понять, как дельфины ориентируются в воде, нам нужно взглянуть на устройство их головы. В верхней части головы дельфинов имеется дыхательное отверстие, а сразу же под ним мешочки-пузырьки, заполненные воздухом. Пропуская воздух через эти пузырьки, дельфины издают звуки высокой частоты, которые, попадая в особый, заполненный жиром мешочек на передней части головы дельфина, преобразуются в звуковые волны. Потом дельфин посылает эти звуковые волны с короткими промежутками в пространство. Звуковые волны, отражающиеся от каких-либо объектов, с той же периодичностью возвращаются назад. Дельфины прослушивают эти отголоски очень внимательно. Звуковые волны улавливаются сначала специальной частью нижней челюсти, называемой акустическим окном, а оттуда они передаются во внутреннее ухо и анализируются мозгом. Поступающие извне отголоски дают дельфинам детальное представление об удаленности, размерах и движении объектов в море. Дельфины благодаря уникальной системе могут прочесывать обширные территории, словно бы составляя карту всего моря. Это безупречная гидролокационная система, с помощью которой дельфин сканирует морское дно, подобно электронному прибору. Построение столь высокотехнологической системы из плоти и кости и размещение ее в организме морского животного это ясное свидетельство непревзойденного искусства творения Аллаха. Современные подводные лодки также ориентируются с помощью гидролокаторов. Но ведь технология, которой человек смог достичь только в 20 веке, используется дельфинами уже миллионы лет. О том, что живое существо могло стать обладателем столь чудесной системы лишь по собственной воле, не может быть и речи. Высокотехнологичные особенности строения дельфинов являются бесспорным доказательством тому, что эти существа сотворены Аллахом. Однако определение объектов в море не единственное предназначение высокочастотной акустической системы. Дельфины используют ее и при охоте. Группа дельфинов направляет свои сильнодействующие звуковые волны на косяки рыб, тем самым оглушая их и готовя себе легкую добычу. Рыбы, оглушенные этим превосходным оружием, становятся готовым угощением и для морских птиц. Дельфины используют свои гидролокаторы также и в качестве средства сообщения для налаживания между собой поразительной системы коммуникации. К примеру, они могут общаться между собой на расстоянии 220 километров. Это означает, что один дельфин, находящийся в Босфорском проливе, может общаться с другим, который плавает в Дарданелле. Эта восхитительная система связи используется дельфинами преимущественно для поиска супруги и передачи друг другу сигнала об опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...